привет меня зовут Анна мы с вами продолжаем изучать окружающий мир и тема сегодняшнего урока экология по плану мы сегодня с вами поговорим о том что такое окружающая среда также обсудим связи в природе и поговорим об охране окружающей среды посмотрите вокруг все что вас окружает это и есть окружающая среда в окружающей среде все связано невидимыми тонкими нитями и этот баланс которым находится природа находится окружающая среда он очень хрупок и очень важно его поддерживать вот для того чтобы эти связи не нарушать чтобы этот баланс всегда оставался в том состоянии в котором он есть придумана такая наука которая называется экология экология это наука о связях между живыми существами и окружающей средой это слово образовано из двух корней экос это дом логос это наука получается наука о доме на доме в котором мы с вами живем то есть об окружающей среде в окружающей среде существуют различные виды связи но самая важная самая основная связь это связь живого и неживого обратите внимание что стрелка показывает в две стороны то есть это не просто связь это взаимосвязь живое и неживое связано друг с другом также связь между растениями и животными животными и животными ну и между человеком и окружающей его природы если мы говорим о связях растений и животных то в пример можно привести дятла который спасает кору деревьев от жуков короедов например да короеды они едят кору дерева тем самым портят его но зато дятел ест этих жуков и таким образом растения спасает вот взаимосвязь растений и животных живая и неживая природа связаны тоже взаимосвязаны обратите внимание что человеку нужна вода но а человек может с этой водой обращаться по-разному он может в нее например бросить мусор и тогда вода станет грязной и тогда это загрязнение будет вести к неприятным последствиям а может человек воду очищать и таким образом улучшать ее состав человек и природа эта связь особо сильная потому что человек является частью природы но очень часто люди об этом забывают посмотрите какие катастрофы случаются в мире и различные разливы нефти и пожары которые происходят по вине человека а также конечно огромное количество мусора с которым планете очень сложно бороться и конечно природа от него страдает но как же мы с вами можем помочь природе при 1 преодолеть эти неприятности эти избежать этих экологических катастроф ведь многие люди считают что они сделать ничего не могут но на самом деле же мы с вами можем сделать но например мы можем с вами сдавать мусор в переработку разделять пластик и сдавать в определенные места пункты сбора до этого пластика где его будут перерабатывать и создавать другую до другие какие-то вещи кроме этого мы можем с вами не покупать в магазине пакет каждый раз когда мы туда идем мы можем ходить со своей сумкой и это даже выгодно вам не нужно тратить деньги каждый раз приходя в магазин вы экономите таким образом кроме этого может вы можете следить за чистотой и порядком в своем дворе не забывайте что ваш дом это не только квартира или ваша комната это еще то пространство которое находится рядом с вашим домом и следить за этим пространством следить за следить за порядком в нем это ваша обязанность тоже ну и конечно быть внимательным к растениям и животным если вы видите что у дерева сломана ветка то нужно дереву помочь и например оказать ему помощь до перевязать ветку ну что подведем итог мы сегодня с вами поговорили о том что такое окружающая среда также обсудили какие связи существуют в природе ну и о том как мы можем с вами охранять окружающую среду поговорили об охране окружающей среды у меня на этом все спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке пока